Ну что ж, я всех приветствую, здесь Redmi Note 5, это мой основной смартфон, которым я пользовался долгое время. Сейчас я пользуюсь Redmi 6 Pro и он у меня в общем-то китаец, то есть я его купил на Алиэкспрессе, он был на англо-китайской прошивке. И вот я решил, почему бы не прошить сюда сейчас глобальную версию прошивки. Сейчас буду это все делать и показать вам, как все делается. Итак, у меня сейчас установлена MIUI 10.0.1.0 на Android 8.1.0. В общем-то смартфон 3.32, стандартный, простой. Сейчас по шагам расскажу, как я превращу его в глобальную версию смартфона. Естественно, здесь у нас не появятся те частоты, которые есть в глобальной версии. Здесь будет просто полностью поддержка Google Play, всех языков и так далее. Первое, что нужно сделать, это зайти на официальный сайт MIUI, MIUI.com и в общем-то скачать нужную нам прошивку. Прошивки находятся здесь, в принципе, для большинства устройств. Поэтому, я думаю, эта инструкция применима не только к этому смартфону, но и к другим. Итак, вот я нашел Redmi Note 5. Здесь у нас есть несколько версий прошивок. Redmi Note 5, последняя глобальная, последняя русская, последняя глобальная для разработчиков, последняя глобальная стабильная для версии 5 Pro и, в общем-то, последняя для разработчиков, для версии 5 Pro. Последние две, это смартфон, который был выпущен для Индии, для индийского рынка. У нас он, в общем-то, вряд ли у вас он на руках окажется. Поэтому скачиваем любую из этих, которые вам интересны, из этих прошивок. Но я буду скачивать глобальную стабильную, потому что, во-первых, она стабильная. Да, она будет не так быстро обновляться, как для разработчиков, но там будет меньше багов и она более стабильная. Ну, как мне кажется. Нажимаем, чтобы ее скачать и видим, что архив будет занимать 2,5 гигабайта. У меня уже она скачалась. Вот она выглядит таким образом. Y-Red Global Images и версия операционной системы MIUI 10.0.1.0. После того, как вы ее скачали, заходим в загрузки. Вот у нас эта версия MIUI. Мы ее должны извлечь из архива. И пока будет извлекаться, скажу очень важный момент. Смартфон, который вы хотите прошить, обязательно должен иметь разблокированный загрузчик. Если загрузчик заблокирован, даже не стоит начинать эти действия. Как проверить и как разблокировать? У меня есть инструкция. И, в общем-то, инструкций миллион просто в интернете. А как проверить? Просто заходите в настройки. Дальше идете в дополнительные настройки. Настройки разработчика. Если у вас они не активны, то нужно зайти сначала в мой девайс. Все спецификации. Нажимаем на MIUI много раз. Поздравляю, вы стали разработчиком. И только потом у вас появится этот пункт. Если вдруг у вас он по какой-то причине отсутствует. Ну, я думаю, что если вы делали разблокировку, то он у вас должен присутствовать. Вот он, режим для разработчика. И здесь видим MI Unlock Status. Здесь у нас написано Device Unlock. То есть, девайс разблокирован. И когда у вас смартфон будет перезагружаться, например, то у вас всегда будет такой вот значок и надпись Unlock. То есть, что он разблокирован. Это верный знак того, что у вас загрузчик разблокирован. И с ним, с этим смартфоном можно делать разные манипуляции. Обратите внимание, что все данные, которые есть на этом смартфоне, они все будут удалены. Поэтому, если у вас здесь есть важные данные, обязательно их сохраните. Скопируйте отдельно. Там контакт и еще что-либо. И, в общем-то, только после этого приступайте к прошивке. После разархивации нужно скопировать папку в диск C. Прямо в корень. То есть, никаких других путей не должно быть. Диск C. И сразу должна идти папка с файлами с прошивкой. Это очень важно. Сейчас покажу, как должна выглядеть эта папка. Открываем. И здесь должны быть вот такие вот файлы. Все. После этого, если ваш загрузчик разблокирован, если вы скачали прошивку, разархивировали и закинули в диск C без всяких дополнительных путей. То есть, вот диск C и сразу папка с прошивкой. После этого можно запускать специальную программу. Вот обратите внимание, она здесь доступна для скачивания. MIUI ROM Flashing Tool. Вот так вот она выглядит в запущенном состоянии. Теперь нужно указать до этой прошивки путь. Путь, то есть, компьютер, диск C и вот наша прошивка YRED, которую мы скачали. Окей. Обязательно здесь в программе выбираем Clean All. То есть, чтобы удалилось все, но при этом, чтобы загрузчик остался разблокированным. Не выбирайте вот эти вот последние два пункта. Обязательно только первый. Это очень важно, чтобы потом опять не пришлось разблокировать загрузчик. Итак, я сделал копию всех данных, которые мне необходимы с этого смартфона. Теперь я его должен выключить. И после того, как он выключился, нам нужно зажать две кнопки. Минус громкости и кнопку питания. Зажимаем и ждем, пока не появится кролик. Появился кролик. Теперь мы можем подключать наш смартфон к компьютеру. Для этого берем кабель, подключенный к компьютеру, либо ноутбуку. Подключаем телефон. И так как мы уже указали путь до прошивки, нажимаем Refresh. Если все хорошо, то у нас определится и девайс, что найден данный смартфон. И, в общем-то, будет здесь табличка прогресса. То есть, такая шкала. Обязательно не забываем, что нужно нажать Clean All. Появляется такой батник. Flash All Bat. И, в общем-то, теперь мы можем прошивать наш смартфон. Здесь будет все отображаться. Нажимаем Flash и приступаем. Здесь будет виден весь прогресс. Здесь будет видно, сколько прошло времени. Какой файл шьется. И здесь результаты прошивки. Оставляем смартфон в покое. И ждем около 3-4 минут. Ну что ж, телефон ушел на перезагрузку. Время у нас 206 секунд на прошивку. Прошивка завершена. Видно, что надпись Unlocked осталась. То есть, смартфон остался разблокированным. И результат успешный. То есть, теперь мы ждем, пока смартфон перезагрузится. Настраиваем его как новый смартфон. И, в общем-то, все. Поздравляю вас. У вас глобальная версия прошивки MIUI 10. Ну что ж, девайс у нас написано, что Locked. То есть, здесь у меня был аккаунт Xiaomi. Привязан к этому смартфону. Поэтому сработала защита. И, в общем-то, устройство заблокировано. Пока я не введу данные от своего аккаунта. Ну, естественно, для начала нужно зайти в настройки Wi-Fi. Подключиться к Wi-Fi сети для того, чтобы можно было связаться с сервисом Xiaomi. Ну что ж, к Wi-Fi подсоединились. Activate this device. Вводим пароль от нашего аккаунта. Все отлично. Он нас пропускает в настройки. Есть русский и куча других языков. Здесь все стандартно. Настраиваем свой регион. И пользуемся в свое удовольствие полноценной глобальной версией прошивки. Ну что ж, все отлично. Операционка запустилась. Заходим в настройки и смотрим, какая у нас версия MIUI. У нас MIUI 10.0.1.0. Глобальная. Естественно, стабильная. В общем-то, все работает. Все пока что отлично. Никаких у меня пока претензий нет. А, жесты отключил. Так, ну в общем-то, что у нас здесь по скорости работы? Пока все отлично. По камере давайте посмотрим, запускается она или нет. Камера запускается. Все. Сейчас сделаем пару снимков. Сделаем снимок селфи. Ну что ж, камера работает отлично. Никаких багов, глюков. В общем-то, думаю, что нужно будет ему немножко, конечно, прогрузиться. Потому что он только-только запустился. Только-только все это у нас, скажем так, поустанавливалось. Все прогрузится и после этого, я думаю, что он будет работать еще плавнее, еще лучше. Что я могу сказать? Я доволен тем, как все прошилось. Тем, как все, скажем так, работает. Посижу на этой прошивке. Посмотрим, что она мне покажет. Версия MIUI у нас, как я уже сказал, десятка. А вот версия Android 8.1.0. То есть девяточка здесь пока еще не прилетала. Будем надеяться, что в скором времени все это дело поправят. Яркость. Все отлично. Все просто огонь. Спасибо всем за внимание. Кому была интересная и полезная инструкция, не забудьте поддержать это видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok